25 мая временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея лично посетил пострадавшие от паводка районы. Из-за продолжительных дождей в зоне подтопления оказались населенные пункты в Геогинском, Кашхабльском и Шевгеновском районах. Главам районов и поселений Мурат Кумпилов дал ряд поручений и предупредил о персональной ответственности. Минструю Республики поставлена задача по снабжению территорией дополнительной спецтехникой для берега укрепительных работ и освобождения русел рек от заторов. В Рио главы побывал на наиболее опасных участках на станице Дундуковской в поселке Дружба, Аллаха Куринахабль, Джиракай и Кабихабль. В результате выпадения большого количества осадков на территории района и соседних районов Республики Адыгея и Краснодарского края сложился комплекс неблагоприятных метеорологических условий. Было принято решение с 23 мая 2017 года ввести на территории района режим повышенной готовности. Определили состав сил и средств, которые могут быть привлечены для предотвращения возникновения возможного подтопления, согласованы все планы действия со всеми силами и службами. 24 мая 2017 года в результате схода горовых ливневых осадков были подтоплены территории Ходзинского сельского поселения, это АУ Ходз, в количестве 58 домовладений, в которых проживало 200 человек и около 41 ребенок. Кроме того, были подтоплены придомовые территории в хуторе Кармалино-Гидроицком общим количеством 102 территории и в хуторе Красном. 24 придомовых территорий было подтоплено вот этими сходом потоков с горы. В этот день произошел очень резкий подъем воды в реке Чехрак, в результате чего дополнительно были подтоплены территории хутора Красного майского сельского поселения. Создалась угроза подтопления аула Бличепсин, хутора Игнатьевского и населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения. Под руководством главы администрации района Хамирзова Замура Аскорбевича в этот день было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея, где был определен комплекс очередных мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций большого масштаба. Ночь с 24 по 25 мая в районе сохранялась напряженная обстановка. Практически в то же время, 24 мая поднялся уровень воды в реке Чехрак, в результате чего произошло дополнительное подтопление дворов в хуторе Красном и хуторе Игнатьевском. Всего было подтоплено 260 придомовых территорий с населением 718 человек. 25 мая с 10 часов на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 26 мая в хуторе Игнатьевском потоплено 77 придомовых территорий с населением 287 человек. Вода зашла в 11 домовладений, где проживает 33 человека. На данный момент времени обстановка у нас сложная, везде дамбы прорывает. Сейчас работает у нас одна единица техники, экскаватор, которые более проблемные места такие начинаем делать быстренько. Восстанавливать, подсыпать. Ну, а в данный момент у нас тоже сложилась ситуация такая, у нас прямая улица там начинает тонуть. Ну, что в наших силах, делаем все возможное. Спасибо за уроки скорбьючи, оперативно предоставил нам экскаватор. Ну, вот я с хутора Игнатьевска, вот здесь живут мои родители. Они постоянно страдают, каждый год. Вчера вот у соседа, у Чернышева Владимира, сначала пошла вода. И когда от него, сразу пошла вот сюда вот. Было много посажено чеснока, но уже, конечно, ничего нет. Зашло в кухню, в сарай, но еще немножко и зайдет в веранду. Каждый год у нас вот зерно пропадает, хотя вроде высоко кузов стоит. Вчера птицу всю на потолок посадили. Всего по району подтопленным остаются 174 придомовые территории с населением 463 человека. Также в результате резкого подъема уровня воды в реке Фарс в ночь с 24 на 25 мая произошло разрушение подвесных пешеходных мостов на территории Дмитриевского сельского поселения. Подвесной пешеходный мост, соединяющий хутор Новолексеевский и поселок Дружба, и подвесной пешеходный мост, соединяющий хутор Дмитриевский и хутор Отрадный. Обходной маршрут составляет около 15 километров. С 7 утра администрация приняла какие меры. Она подворно обошла особо опасные места. Это поселок Дружба, улица Заводская и поселок Чехрак, первое отделение, как мы его называем. Подворно обошли, всех предупредили на всякие экстренные случаи. Здесь разлив реки Фарс произошел, это уже под утро, где-то часов в 5 утра. Он ненамного поднялся, срочно были вызваны и дорожники. Была предпринята даже ситуация перекрыть трассу, чтобы вода не пошла в поселок Дружба. Но, как вы видите, сейчас на спад пошел, контролируем ситуацию, ждем, надеемся, что и река Фарс, и Чехрак спадет. Ущерба пока населения никакого, ни в огороды никуда как бы не зашло. Единственный ущерб у нас, это один новый мост, что мы делали в 2014 году, его снесло. В результате оперативной работы всех служб были проведены следующие мероприятия. В хуторе Кармалина-Гидроицком в ауле Ходз расчищены каналы и кюветы. Для предотвращения подтопления у Лабли-Чепсин была перерыта автомобильная дорога Майкоп-Геогинская-Псибай-Зеленчукская. В хуторе Игнатьевском проведены работы по укреплению береговой линии реки Чехрак длиной около 80 метров. Для проведения работ по ликвидации последствий подтопления задействовано 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Ход всех работ контролировал глава района. Заур Хамирзов подворно обходил пострадавший от паводка домовладения. Неоднократно общался с жителями. Население не должно оставаться один на один со своей бедой, говорит Заур Хамирзов. По поручению администрации района населению раздается 5-литровая емкость из питьевой водой, горячий хлеб, а также хлорные известь. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась в ауле Ход и хуторе Кармалина-Гидроицком. Уровень воды в реке Чехрак пошел на спад в хуторе Красном. Уровень стабилизировался в районе аула Блечепсин и хуторе Игнатьевском. На сегодняшнее утро, как у нас складывается ситуация, у нас происходит падение уровня воды в реках и Фарс, и Чехрак. И, значит, на сегодняшнее утро освобождены от воды все поддворовые территории в ауле Ходз. 25 придомовых территорий освобождены от воды в хуторе Кармалина-Гидроицке. Полностью вода сошла из придомовых территорий хутора Красного. Остаются подтопленными у нас дворовые территории и дома в хуторе Игнатьевском. Сейчас все сельские поселения определили комиссии, которые будут заниматься определением ущерба, нанесенного стихией, жителям нашего района. Значит, все силы и средства у нас находятся в готовности. Мы готовы к проведению любого комплекса работ, направленных на допущение подтопления населения района и нарушения его жизни.